Было одно подразделение, это еще здесь, на полигоне под Киевом. Они пробыли вдоль всех, они были 4 недели у нас. Большая часть просто морозилась. Ой, у меня тут болит, я на кампус, я там буду где-то там, что-то там по хозяйству. А мы тогда выделили штурмовую группу. То есть, ну типа, кто здоровее, у кого травм нет, все. Я говорю, давайте вы будете просто, не потому что вы будете штурмовать, а вы просто будете чуть больше навыков, чуть больше заниматься, у кого есть желание. И с ними я бегал там и ночью, то есть там был, конечно, ну трэш серьезный. То есть они там серьезные, уставали, все, занимались. А теперь берем, РОД, ну это подразделение выходит на Бахмут. Штурмовиков было, которые остались до конца, потому что там было 15, трое отвалились, там кто-то по здоровью, ну не выкинули. Вот их 12 было. Из 12 штурмовиков погиб один. Один погиб, причем пацаны сказали, ну реально он отчаянный, он отчаянный такой был на тренировках, он выскочил там прям вот сам, ну то есть такая ситуация, он погиб. У РОД, ну у подразделения потерь было в районе 60%. А теперь посчитай процентное соотношение 12, 1 и общее 60. Те, которые занимались и выполняли более сложные задачи, когда они пришли. Вот и все, вот это вопрос того, нужно заниматься или не нужно.